Воплотить научный проект в жизнь задача непростая и очень ответственная. Иван Кисельников, талантливый ученый Актюбе, изобрел рентген-аппарат, который удобен в обслуживании и не требует больших хлопот в сопровождении. Устройство рассчитано и на минимальное облучение пациентов. Он удобный и компактный, выполняет сразу три функции, но самое главное его преимущество в том, что изготавливать его будут в Казахстане. Это не первый аппарат, который мы разработали, вернее я разработал. До этого я работал на Актюбе рентгене, и там были разработаны два аппарата. Женис и Санжар, которые сейчас серийно выпускаются. А потом ушел на пенсию, и вот этот аппарат разработал уже, так сказать, по своей инициативе. В чем же заключается новая концепция? Много факторов, много составляющих, чтобы была минимальная доза на пациента при обследовании, чтобы был надежный аппарат, безотказный аппарат, с тем, чтобы был удобен для пациента, с тем, чтобы был удобен для обслуживания персонала. Для того, чтобы собрать подобную машину, приходится корпеть и над медицинскими учебниками. Знать человека, как свои пять пальцев. Будь уверенным, что в результате аппарат послужит здоровью человека. Когда-то, приехав в Казахстан, Иван Алексеевич проникся любовью к нашей земле, стал настоящим патриотом страны, отсюда и название его многочисленных изобретений. Вот видите, вот пульт управления, значит, с этого пульта управления идет программным образом управление всеми теми механизмами, которые есть в аппарате. Эти механизмы, они нужны для флюорографии поднять под пациента, для того, чтобы снимать пациента, вот, значит, с самого высокого роста, для того, чтобы снимать, скажем, где-то вот ногу, там, в районе колена, либо ниже, так сказать, нужно поднимать, вот, перемещения всякие производить, нужно диафрагмой управлять, так сказать, да, нужно режим томографии, есть параметры томографии. Ученые нашего региона работают над совершенно разными проектами в совершенно разных сферах деятельности, от медицины до навигации и сельского хозяйства. Отрадно, что среди них много молодых людей, которые также мечтают, что их изобретение послужит нашей Родине. В лаборатории информационно-измерительных систем планируется развитие и совершенствование методов измерения расхода и количества вещества. Это одна задача, которую планируется решить в рамках данной лаборатории. Вторая задача – это повышение точности так называемых инвариантных методов измерения влажности. Это две первые такие основные задачи, которые будут решаться в рамках этой лаборатории. В декабре этого года в университете имени Байшева планируется открытие технопарка, в котором будут реализованы научные исследования, сейчас прикладные научные исследования, и уже в рамках данного технопарка у нас планируется открытие двух лабораторий. Одна из них связана с разработкой информационно-измерительных систем различного применения, и вторая лаборатория будет посвящена работам утилизации экологических и токсичных отходов с целью применения их в строительстве. По мере того, как общество будет проявлять заинтересованность к технопарку, спектр оказываемых услуг, в том числе научных, будет расширяться по мере возникновения различных задач. Строительство такого парка – это связующая нить между обществом и наукой. Пусть эта нить не прервется никогда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова